Всем привет! Сегодня 6 июля, Московская область. Хочу вам показать теплицы. У меня их две, они обе стеклянные. В этой я выращиваю высокорослые томаты. В основном здесь сортовые томаты и два гибрида я в этом году высадила. Укрывной номер 17 со стен я убрала, как вы видите. В этой теплице три автоматических окна в крыше, два механических с торцов, ну и купейная дверь. Дверь в теплицу и вот эти механические окна я не закрываю ни днем, ни ночью. У нас стоит жуткая жара, наверное, на солнце 40, а в теплице, не знаю, наверное, 50. Здесь нет градусника, но очень жарко. В этой теплице три грядки высоких. Сами грядки замульчированы соломой, а между ряди щепой древесной толстым слоем. Как видите, я уже нижние листья до первой кисти убрала, чтобы проветривались ряды. Поливаю я теплицу примерно вот сейчас в жару раз в неделю. Полное прекращение полива я буду делать, наверное, где-то ближе к августу. То есть теплицу вообще не буду поливать, чтобы в теплице было сухо. Мы уже сняли примерно десяток томатов, они начинают спеть. Сняли уже, это сорт немецкое сердце Гомера. Это красные сердцевидные томаты. Давайте пройдемся. Уже смотрите, как хорошо спеют. Это ирландский ликер, зеленоплодные томаты. Тоже уже снимали. Все, это уже томат поспел. Он зеленый и с бронзовым оттенком. Очень вкусные томаты. Так, начинает спеть это гибрид требус. И у меня еще гибрид парпора. Это кистевидный черри. Очень вкусные, красивые красные томаты. Небольшие, грамм по 60 примерно. И они очень высокорослые. В коньке, в теплице у меня 3 метра. И они уже все достигли крыши. И я именно вот эти томаты я прищипнула уже. Потому что расти здесь уже некуда. Прищипывать буду все сорта примерно через неделю. Уже достаточно. Так, снимали и поспевает. Это тетя Анна. Красные томаты. Очень вкусные, мясистые. Чуть-чуть в этом году я запустила теплицу. Я обычно веду в 3 стебля. Но где-то здесь у меня есть и 4, и 5 стволов. Ну вот упущено. Значит, подвязываю я бечевкой вот такой натуральной, да? Жутовой. Почему делаю? Я, когда срезаю томаты, убираю тоже веревки. И прям с веревками я выбрасываю все в компостную кучу. Ну, в компостник. То есть веревки я на зиму не оставляю. Вообще, я теплицу мою всегда с осени. Потому что, как правило, посевы рано. И там уже мыть теплицу некогда. Так, и поспевает у меня еще лескинос. Так, это сержант Пеппер. Ну, он еще, конечно, зеленый. Разовоплодные вот они томаты у меня поспевают. Так, и лескинос где-то я хотела вам показать. А, вот он. Оранжевый, видите? Из более низкорослых у меня один есть сорт. Это Сан Марцана. Вот он. Вот такие кустищи. Этот томат я высаживаю, выращиваю только для вяления. Это такие сливки. Они суховатые на вкус, если есть их просто, да? Или закручивать, потому что у них есть пустотелость. А вот на сушку они замечательные. Они, как я уже сказала, суховатые, очень толстостенные. Этот томат идеален для именно вяления. Кто сушит, вялит, замораживает. Замечательный. Очень солнце светит, плохо видно. Очень урожайный, замечательный томат. В основном здесь все сорта проверенные, но есть и новинки. Вот, допустим, вот этот сорт Мею. Смотрите, какие томаты. Знаете, хочу сказать, что хорошо, что я высадила томата рано. Потому что, вот видите, все вот эти кисти до четвертой примерно, они все завязаны. Вот. Пропуска практически в кистях нет. А вот уже выше, когда началась жара, есть пропуски. То есть, вот смотрите, это уже, наверное, седьмая-восьмая кисть. И вот завязь засыхает. Потому что очень-очень жарко. Очень, друзья, жарко. Не знаю, 50 или 60 здесь в теплице. Но укровной в любом случае я убрала, потому что начал спеть томат. А когда укровной, даже мало затенения, это затормаживает покраснение томатов. Поэтому здесь укровной убран. Ничем я не подкармливаю. Все уже. Какие-либо подкормки закончены. Только полив. Вот, жару раз в неделю. А там уже, ближе к августу, вообще полив прекращу. Я сейчас уезжаю на неделю. Вот, поэтому сегодня я буду проливать. Лью я только в грядке из колодца. Прямо напрямую со шланга хорошо проливаю. Я не просто, знаете, с лейки так чуть-чуть поливаю. Нет, я беру прям шланг. В колодце есть насос. И я хорошо проливаю грядки. Прямо очень хорошо. Так как замульчированная солома толстым слоем. Поэтому испарение минимальное. Аккуратно все проливаю. Дорожки я не лью. Потому что все-таки от влажности в томатной теплице может появиться кладоспариоз. А это как можно суше теплицы, чтобы была. Поливаю я в основном вечером. Часов в 5-4. Вот так вот. Ну, не позже. Или рано утром. Вот как-то так. Как я уже сказала, дверь я не закрываю, чтобы не образовался конденсат. И чтобы теплица не плакала и лишняя влага в томатной теплице абсолютно не нужна. На сегодняшний день вот так. Томаты вкусные. Черное сердце от Борисовны еще начинает спеть. Так. Это я вам чуть попозже покажу. Это еще одна стеклянная теплица. Здесь совместная посадка. Выращиваю огурцы и сладкие перцы. Ну, здесь у меня небольшой завал, конечно. Огурцы спеют. Очень много сейчас прям сезон огурцов у меня пошел. Уже делаю закрутки. И Дим, конечно же, все замечательно. Прищипываю, какие стебли сюда выходят. Вот, видите, вышел. Я один огурчик оставляю, а вот эту макушку прищипываю, чтобы меньше зарослей было. Здесь в этой теплице тоже. Значит, здесь три автоматических окна в крыше. Одно механическое окно. Три высоких грядки. Грядки здесь замульчированы конской подстилкой. Между ряде замульчировано щипой древесной. Вот таким образом. Укровные тоже сняла, потому что начинают спеть перцы. Мы уже их срывали. Вот они, видите, уже зреют. Окрашиваются красные. Там желтые. Видите, какие здесь у меня заросли. Разные тоже сорта. В основном здесь тоже сортовые перцы. Но есть пару гибридов. Вот, видите, желтеют перчики потихоньку. Здесь же заросли горошка. Дети ходят, срывают. Между ряде где-то зелень. Базилик растет. Два сорта я высадила в этом году. Смотрите, какой он уже жирный. Вот укроп здесь у меня растет. Здесь перцы. Ну, здесь тоже самое. Остатки лука эксибишна высаженные. Вот кинза растет. Там тоже. Вот лук. Это семена аминозелень. Тоже посеяла. Здесь был у меня прогал. Был. Значит, какой уход у меня за огурцами. Это полив ежедневный. В основном я вечером поливаю. Когда сядет солнце, часов 6 или 7. Когда менее жарко. Вот. Воду из бочки. То есть огурцы я поливаю вот с этих бочек, которые стоят на улице. Я их заполняю. Вот на эту грядку у меня уходит 6-7 лейк. И сверху я беру лейку и прям сверху огурцы все поливаю, чтобы в этой теплице не было суши. То есть в томате чтобы было сухо, а здесь чтобы было влажно. Потому что, как правило, если сухо, сразу появляется на огурцах клещ паутинный. Поэтому я прям их, знаете, с лейки, лейки 2-3, я прям сюда разбрызгиваю, чтобы была влажность. Кроме полива, значит, я сюда добавила, потому что здесь оголились корни, вымылись, земля вымылась. Я добавила, значит, сюда на эту грядку 3 ведра почвосмеси. Значит, как я ее составила, биогумус, моя земля и немножко торфа. Смешала и подсыпала сюда 3 ведра в эту грядку, чтобы закрыть корни. Потому что от воды, конечно, часто полив, часто, поэтому земля вымывается как-то и оголяются корни. Плетень я не опускаю, все растет как есть. Видите, они уже до потолка, пускай плетутся. Огурцов много и едим. И уже мариную их. Замечательно. Вот вчера вечером я собрала, вплоть до вот таких маленьких закрыла. Вот сегодня вечером нужно собирать. Сбор огурцов идет каждый день, потому что они нарастают. Я не снимаю огурцы такие большие. Вот я закрываю вот такими маленькими, делаю закрутки. Ну, мариную. Горошек растет тоже, дети каждый день срывают. Перцы тоже уже срывала, несколько штук в закрутке. Здесь у меня зеленый лук. Ну, это так на еду я высаживаю в выборок. Вот перцы, какой уход. В основном только полив. Полив. Тоже водой я поливаю вот с этих бочек, вручную приходится. Но я поливаю не каждый день перцы, там раз в 3-4 дня. Но хорошо проливаю, чтобы не просто так. Значит, перцы я высаживаю, на рассаду сеяла 14 февраля. А сюда в теплицу я их высаживала 12 апреля. Ну, то есть я обычно высаживаю, засаживаю рассадой перечно-огуречную теплицу, а потом уже томатную. Ну, вот так выглядит теплица. Две автоматические окна, они сами по себе закрываются вечером. Механическая открыта. Дверь сейчас ночью и днем открыта, потому что ночью у нас теплые. По 18, бывает даже 20 градусов ночью. Поэтому ничего не закрываю. Вот так. Чем кормлю? Фитоспорином проливаю. Вот видите, это уже вторая бутылка за этот год разбавила. Растворяю в воде и тоже и по земле проливаю, когда полив идет. Там через день, через два. И сверху тоже фитоспорином. Потом по земле фитоспорин АС проливаю иногда. Там не знаю, периодичность, не знаю, как захочется. Потом добавляю индишинный помет, аликонский, гранулированный. Тоже очень удобно. Ну, вот недавно я вам сказала, подсыпала биогумуса для кормежки. Вот, в принципе, вся теплица, весь уход. Здесь высокогрядки у меня растут кабачки. Кабачки уже давно срываем. Вот вчера собрала. В общем, едят и куры, и мы. Вот, видите, какие молоденькие, хорошенькие. Здесь у меня чеснок высажен. Сорт Голивер. Вот, оставила одну стрелку. Вот она, смотрите, уже выпрямилась. Стрелки, конечно, я уже оборвала. Чеснок подсыхает. Убирать я его буду примерно через две недели. Ну, в середине июля. В общем, нормально чеснок выглядит. Все отлично. Я его поливала, наверное, дней пять назад. Вот скоро тоже надо прекращать. Не скоро, а вообще, это, наверное, был последний раз полива. Поэтому все, полив прекращаем. И пускай головка наливается. Для закруток, вот, допустим, мариновкой огурцов, я использую еще старый чеснок. Я вам сейчас, чуть позже, после съемки вот этой огородной, я вам покажу, как выглядит чеснок Голивер сейчас, прошлогодний, который я выкапывала в прошлом году. Замечательный сорт. Здесь, в этой грядке, растет три куста. Вот я теперь думаю. Знаете, раньше по восемь сажала много. В этом году три куста посадила. Для нашей семьи и этого много. В следующем году надо два сажать. Ну, в принципе, я их не выбрасываю куда-то на помойку. У меня седают куры от трех кустов через глаза. Это гибриды. Подсолнухи возле теплицы посадила. Эти подсолнухи семя черное у одного и у нескольких семена прям белого, чисто белого цвета. Эти семена мне подарили из ботсада. Девочка там работает, вот она подарила. Баклажаны сидят в контейнере. Не знаю, по-моему, он 30-литровый. Вот такие баклажанчики. Срываем уже их, честно говоря, давно. Уже запекали на костре. Я их высаживаю. Здесь два куста только для костра. Для приготовления на мангале. Вот они, видите, какие они хорошие. Тоже нужно будет подсобрать. Вот такие молоденькие, хорошие. Полив ежедневный обязательно, потому что контейнер очень быстро пересыхает. Здесь замульчировано скошенной травой. Ну, полив, кормежка, как и у огурцов, в общем-то. И полив обязательно сверху, чтобы клещ не поселился. Где сухо, там клещ. Нам два куста для приготовления на гриле вполне достаточно. Вот они бочки. Я их наполняю. Они, по-моему, 200-литровые. И вот отсюда у меня полив вот этой теглицы. Здесь рассада зелени. Салат Мишутка. Это рукола нужно будет посадить. Здесь у меня, если можно так сказать, череночник. Розы посадила каменные. Перцы острые в кашпо растут. Здесь высажено по два куста. Это сорт конфетти. Тоже уже его срезаю красные. Вот они, видите, краснеют. Для закруток, для маринования. В общем, замечательный сорт. А это сорт... Это уже со своих семян я собираю. А это сорт Сириус. Вы посмотрите, какой он красивый. Замечательный перец. И знаете, как интересно. Сейчас он фиолетовый. Потом по мере созревания будет на кусту. И фиолетовый, и красный, и желтый. Прям замечательный. И посмотрите, какой декоративный куст. Вот темно-черно-зеленые листва. Он растет как деревом. Такой раскидистый, красивый. То есть это просто кустик-кустик. А это прямо вот дерево. Здесь тонко, а здесь густо. Очень красивый перец. Замечательный. Тоже уже со своих семян. В прошлом году собрала с покупных. Ну и еще грядку вам покажу. Здесь у меня растет лук. Эксибишин. Такая грядка вдоль теплицы. Головки уже хорошие. Посмотрите, какие. Так осели, повредили луковицу. Вот они. Такой лук оксибишин. Высевала я его в феврале. Не помню, где-то в середине февраля. Петрушка здесь. Вот такие луковицы уже. Укроп просто раскидывала. Лук тоже поливаю. Там может и раз в неделю. Так. Ну вот, в принципе, такой небольшой огородик. Все, друзья, у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал. Заходите в телеграм-канал. Подписывайтесь. Там тоже довольно-таки интересно. Есть рецепты, есть видео, есть фото, которые не размещены на YouTube. Ну, я думаю, будет вам интересно, если вы подпишетесь. Заходите. Я вам желаю всего самого хорошего. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok